Косатка Самые смелые из охотничьих стратегий в мире животных. Это один из превосходных примеров биомеханической инженерии, так как ее никто никогда не видел. Взгляд изнутри. Глазами самого хищника. Суперхищники. Косатка. Эта косатка сильно рискует, выплывая на мелководье ради этой добычи. Потому что малейшие просчеты, она может застрять. Но добыча дает косатке множество калорий. Такие отважные охотничьи стратегии делают косаток главными океанскими хищниками. Косатки очень сильные хищники. Они высшие хищники океана, они едят акул на завтрак. Часто просто их размер позволяет им победить свою добычу. Несмотря на то, что косатку называют кит-убийца, на самом деле это самый крупный вид дельфина на Земле. Они заслужили такое прозвище, поскольку являются одними из немногих хищников, которые могут убить кита. Они очень подвижны и в каждой местности охотятся на разных животных. Каждая их добыча использует свои уникальные способы защиты от хищников. И ставит свое конкретное препятствие, которое косатке надо преодолеть, чтобы выжить. И они делают это в команде. В отличие от белых акул, косатки живут необособленно друг от друга. Они часто охотятся со своими семьями всю жизнь. Сплоченной стаей обычно руководят матери и даже бабушки, которые передают свои знания будущему поколению. Мало кто из юных косаток покидает мать. Они остаются поблизости и могут настолько эффективно взаимодействовать, что процесс охоты становится групповым процессом. Косатки – самые что ни на есть социальные хищники. Ранней осенью у берегов Аргентины эта стая косаток выживает преимущественно благодаря способу охоты, названному преднамеренная высадка на мель. Здесь, на берегу, толпы. Детеныши морских львов учатся плавать. Этих детенышей ничего не стоит поймать. Если косатка сможет придумать, как до них добраться. Взрослые косатки в день нужно в среднем 225 килограммов еды, просто чтобы выжить. Поэтому четырем косаткам в этой стае понадобится каждый день съедать по девять детенышей морского льва, чтобы не умереть с голоду. Каждый член стаи должен вносить свой вклад. Поэтому решающий момент – это то, как мать научит своего малыша охотиться. Мать начинает учить детеныша с двух месяцев приносить пользу группе и охотиться на добычу. Эта мать готова научить свою дочь искусству преднамеренной высадки на мель. Пожалуй, это самая рискованная охотничья стратегия среди всех животных мира. Потому что если они сделают что-то не так, то погибнут. Они застрянут на берегу и не смогут вернуться назад в море. Если косатка ошибется, то, скорее всего, это приведет к ее смерти. Поэтому мать-косатка должна преподать дочери основательный урок. Она несколько раз пробует вылезти на берег сама, чтобы оценить поверхность берега и угол наклона. В планировании тренировку выхода на берег, чтобы поймать детенышей морского льва, вкладывается много работы и усилий. Мать определяет, достаточно ли крутой склон у этого берега. Когда она вылезет туда, сможет ли вернуться обратно. Безопасно ли брать с собой своего детеныша, чтобы научить его охотиться? Она толкает свою дочь на Мелли обратно, чтобы дать ей почувствовать необычное ощущение земли под ее телом. Теперь пришло время показать ей, как это делается. Чтобы выброситься на берег, косатке нужно быстро развить скорость до 30 км в час. И она делает это благодаря одной из самых безупречных техник плавания в природе. Она начинает с мощного движения вниз, которое совершают крупные мышцы, идущие от спинного плавника к хвостовому, и резко опускает хвост вниз. В самой нижней точке этого движения хвост резко возвращается назад под углом 90 градусов. Затем остальная часть ее тела, следуя за хвостом, идет вверх, и это создает силу 108 лошадиных сил. Эти четыре движения рождают столь мощную энергию, что она могла бы осветить весь Нью-Йорк более чем на секунду. И так и не узнав, кто поймал его, детеныш морского льва оказывается крепко схваченным могучими челюстями косатки. Она жестоко избивает детеныша. Она бьет его, чтобы ранить. Если она будет просто держать его в пасте, то есть шанс, что он поцарапает или ранит косатку. Но когда ты бьешь ему из стороны в сторону, он не знает, куда целиться, и у косатки больше шансов на то, что ее добыча не причинит ей вреда. Но после того, как она потрясет детеныша изо всех сил под пристальным взором своей дочери, она делает то, что кажется несоответствующим поведению хищника. Она дает своей добыче сбежать и делает это специально. Косаткам нужно много тренироваться для выхода на мель. Иногда, если они не голодны, они отпускают детеныша, и тот возвращается на берег. Несколькими днями позже, научившись у матери охоте юная, косатка готова попробовать это сама. Она слушает шорох гальки и всплески детенышей морского льва и нацеливается на мишень. Она отплывает на 15 метров от берега и разгоняется. Она не просто упустила детеныша, но и оказалась слишком далеко. Теперь она застряла в жестком песке. Ее тело не устроено для этого, и если она не сможет понять, как выбраться с этого берега, она погибнет. Вода покрывает лишь половину ее тела, но эта юная косатка недостаточно энергично двигается, чтобы уплыть. Еще не добившись мастерства в искусстве высадки на мель, юная косатка была слишком агрессивна. Она выбросилась на берег со скоростью около 50 км в час. Нападение с такой внушительной скоростью может оказаться роковой ошибкой. Ее телу весом почти в 2,5 тонны угрожает нежданная убийца. Гравитация. Ее скелет создан для движения в воде, а не на суше, как у людей. Наши тазовые кости сильные и широкие. Они способны распределять наш вес. А ширина тазовой кости косатки — человеческий мизинец, и она не может поддержать все ее 2500 кг. Она не сможет предотвратить сжатие легких сил и гравитации, и уровень поглощения кислорода резко падает. И хуже того, давление разрушает оболочку ее клеток, выводя белки из мышц в кровь. Ее почки пытаются отфильтровать белки, но они ядовиты для клеток. Если высвободится слишком много белков, в итоге ее почки просто откажут. У косатки не просто нет воды, у нее нет времени. Она кричит в отчаянии. Мать слышит ее зов и мгновенно откликается. Она физически не может вытащить свою дочь. Но она все еще может спасти ей жизнь, показав, как та может помочь себе сама. Извиваться всем телом, чтобы разрыхлить песок. Если дочь сможет скопировать движение своей матери, возможно, она сумеет вытолкнуть себя обратно в море. Она будет использовать свой грудной плавник, чтобы попробовать вытолкнуть себя с берега. А когда она развернется, ее хвост начнет быстро ходить туда-сюда. Юная косатка чуть не погибла. Она получила урок, который запомнит на всю жизнь. Коммуникация, возможно, спасла ей жизнь в первый, но не в последний раз. Связь друг с другом крайне важна для выживания косаток. Но у берегов Британской Колумбии в Канаде эта стая косаток знает, когда нужно избегать общения. Они охотятся на морского слона, чье тело изобилует жиром. В нем более миллиона калорий. Но малейший звук от косаток может стоить им добычи. Потому что природа настроила слух морского слона на волну, на которой переговариваются косатки. Это биомеханическая система сигнализации, позволяющая ему уловить врага еще до нападения. Косатки преследуют морского слона в тишине. Однако, когда они приближаются, самый юный член стаи начинает болтать, пересекая порог частоты. Морской слон ныряет и быстро начинает исчезать под водой. Но резвая юная косатка бросается за ним. Ей лучше поспешить, ведь она не знает, что морской слон может оставаться под водой полчаса. И у нее есть меньше трех минут, чтобы поймать его до того, как у нее закончится кислород. На такой скорости она никогда не поймает морского слона вовремя. Но когда она достигает глубины 70 метров, ее тело превращается в машину для ныряния на глубину. Внезапно ее легкие начинают резко сокращаться, чтобы предотвратить попадание газов в кровь и избежать декомпрессионной болезни. По мере того, как ее легкие сокращаются в несколько раз, масса ее тела увеличивается. Теперь она тяжелее воды и падает, как камень. Касатка догоняет добычу. Но когда они погружаются глубже, генетическое преимущество снова у морского слона. Его богатая кислородом кровь позволяет ему нырять глубже, чем на километр. Юная касатка использовала возможности своего тела до предела. И на глубине 250 метров, когда кислорода стало не хватать, ей пришлось вернуться. Такой небрежный подход молодой касатке лишил ее стаю крупной добычи. Более миллиона калорий потеряно в глубинах океана. Поэтому теперь вместо того, чтобы охотиться в открытом море, она направляется к берегу, где добыча встречается чаще. Чем больше возможных мишеней, тем больше шансов получить что-то на обед. Однако здесь, на небольшой глубине, вода становится мутной, а убить то, что не видишь, довольно трудно. Но юная касатка остается мастером слежки. Она способна обнаружить почти любую добычу даже без использования зрения. все потому, что она использует эхолокацию. Столь сильную биологическую систему радаров, что может ощутить... Она посылает щелкающие звуки из своих носовых проходов. За секунду она может издать сотни таких звуков. Эти щелчки идут сквозь воду со скоростью полторы тысячи метров в секунду, почти в пять раз быстрее, чем скорость звука в воздухе. Через несколько секунд возвращаются к ней и несут информацию. Она знает, что там, в километре от нее, плывут два больших животных. И она даже знает, в каком направлении их искать. Но они не идеальная цель. Они крупные и могут в битве ранить ее. Поэтому она плывет дальше и исследует пространство с помощью эхолокации, более продвинутой, чем военный радар. Из разной скорости щелчков, возвращающихся к ней, она знает, что они около полутора метров в длину и весят 90 килограммов. Жировая прослойка вокруг их тел как минимум пять сантиметров. Это означает, что это взрослая морские львы. И в итоге приходит решающая информация. Один из них движется неровно и напряженно. Он ранен. У него сломано ребро. Идеальная мишень. Но то, что морской лев ранен, вовсе не означает, что он безвреден. Когда косатка хватает морского льва, он борется за свою жизнь. Он пытается уйти от косатки, стараясь ударить и поцарапать ее. Чтобы снизить риск страшного увечья, косаткам нужна стратегия нападения. Они используют технику «Нападай и беги». Косатки атакуют по очереди. Их цель – вызвать достаточно внутренних повреждений, чтобы морской лев попросту истек кровью до смерти. Их удары сильные и жестокие. Настолько жестокие, что когда они охотятся на этих животных, ты уже желаешь, чтобы они поскорее их убили. Нападение может выглядеть жестоким, но оно позволяет косаткам покалечить свою жертву и не быть ранеными самим. И они подходят к этому творчески, придумав удивительные способы нападения. Быстрым ударом хвоста косатка подбрасывает морского льва в воздух на 9 метров. Со скоростью более 45 километров в час морской лев падает в океан. Косатки по очереди избивают жертву. Но они не хотят рисковать собственным здоровьем, поэтому отплывают и ждут, пока морской лев не умрет сам. Но внезапно он оживает. Несмотря на ушибы внутренних органов и сломанные кости, у него хватает сил продолжить борьбу за жизнь. И он может победить косаток только одним способом. На берегу. Если он сумеет уйти, косатки потеряют еще одну питательную добычу. Морской лев плывет изо всех сил, и внезапно добыча косаток оказывается уже в 45 метрах от берега. У них есть несколько секунд на то, чтобы его поймать. Косатки набирают свою максимальную... Юная косатка наносит окончательный удар и утаскивает морского льва в воду, чтобы разделить со всеми членами стаи. Косаткам присуща врожденная щедрость. Они проверяют, чтобы каждому члену стаи достался кусок добычи. Но морской лев – это меньше половины ежедневной нормы стаи. Поэтому у них не остается выбора, кроме как снова отправиться на охоту. А у другой стаи косаток, находящейся на 1300 километров южнее у берегов Монтерей, Калифорния, есть более претенциозный план охоты на наикрупнейшую добычу, которая может кормить каждого члена стаи в течение недели. Это детеныш серого кита. Весом в 6 тонн 800 килограммов, как два больших внедорожника, этот детеныш – не самая легкая добыча. И что еще опаснее, его охраняет телохранитель весом в 30 тонн. Собственная мать. Он не просто слишком большой и сильный, чтобы пасть жертвы косаток. Он может убить их одним ударом своего хвоста. Поэтому косаткам нужен план битвы. Все начинается с патрулирования северной части подводного каньона Монтерей, через который проходят сотни серых китов во время своей северной миграции из Мексики на Аляску. Со временем многие серые киты приспособились к нападениям косаток и плывут долгим путем, огибая береговую линию. Здесь мутная вода, полная водорослей, мешает косаткам забраться под китов и таранить их. Но сегодня эта мать ведет своего детеныша коротким путем, прямо через открытые, глубокие воды вдали от берега. Где их поджидает стая косаток? Косатки знают, что у них есть только одна попытка и действуют осторожно. Они не могут себе позволить пользоваться своей точной эхолокацией, потому что серые киты крайне чувствительны к их щелчкам. Они чувствуют эхолокацию кожей. Это как стоять перед колонками на рок-концерте, где можно всем телом ощутить этот пульсирующий звук. Косаткам надо перейти на другую систему поиска добычи. Они прекращают двигаться и остаются в полнейшей тишине. Это называется пассивное слушание. В таком состоянии косатки сосредотачивают внимание на окружающем мире и могут слышать звуки на расстоянии 30 километров. Они ловят звуки серого китая-детеныша в 9 километрах к югу. И в одно мгновение косатки выстраиваются в линию, чтобы начать первую фазу атаки синхронное плавание. Они плывут следом друг за другом. Они на одной волне, чтобы избежать любого сопротивления, всплеска или различимого шума, который может дойти до их добычи и затруднить охоту. Демонстрируя потрясающую координацию, пять косаток двигаются как одна, все тише и тише. Но по мере их приближения самого юного члена стаи опять пересиливает возбуждение. И он выпадает из общего ритма. И внезапно серые киты понимают, что на них охотятся. Их единственный шанс – плыть к берегу. Если они смогут достичь мелководия до того, как косатки их поймают, они будут в безопасности. Но если косатки смогут окружить детеныша кита на глубине, у них будет достаточно места, чтобы напасть снизу. Для косаток это погоня за пищей. Для детеныша серого кита это бегство от неминуемой смерти. Серые киты находятся в шести километрах от спасительного мелководия, но они опережают косаток всего на километр. И это преимущество сокращается. Эти косатки весом в четыре тонны двигаются быстрее самого быстрого из людей, потому что они созданы для скорости. Массивный клубок мышц идет вдоль позвоночника косатки. Но что действительно дает ей силу, так это слой упругой соединительной ткани, вплетенной в мышцы и сухожилия, как тысячи резиновых веревок. Когда косатка изгибает тело в одну сторону, ткани растягиваются и затем сокращаются в другую сторону, как резина у рогатки. Такие пружинистые движения столь эффективны, что при каждом сокращении мышц назад возвращается 87% затраченной энергии. Это позволяет косатке развивать скорость в 55 километров в час, почти не прилагая усилий. Детеныш серого кита способен плыть лишь со скоростью 12 километров в час. И косатки быстро настигают его. Но прежде чем напасть, они пытаются нейтрализовать их главную угрозу – его мать. Две косатки толкают мать, пытаясь отвлечь ее и лишить детеныша защиты. Косатка-то ранит своим мощным черепом живот детеныша. Череп косатки эволюционировал до такого состояния, что стал большим тяжелым куском кости. Они ударяют серых китов в бока, стараясь вызвать внутренние кровотечения, переломы и раны, которые ослабят животное. Косатки по очереди таранят детеныша серого кита. Но мать неистова защищает его. Им нужно как-то изолировать ее от детеныша. И одна из косаток пытается вклиниться между китами и разделить их, стараясь избежать удара материнского хвоста. Стиснутая между 40 тоннами китов, косатка не хочет рисковать жизнью и уходит на время. Косатки непреклонны. Решив схватить определенную добычу, они упорно добиваются этого. Охота может длиться больше двух часов. Стая перегруппировывается и окружает китов. Вместо того, чтобы таранить его, они собираются над детенышем, пытаясь толкать его под воду, чтобы он не мог подняться на поверхность и сделать вдох. Новая тактика срабатывает. Мать пытается отразить нападение косаток, но их слишком много. А у нее не хватает сил остановить их. В какой-то момент мать выдохнется окончательно и тоже станет поддаваться косаткам. Это трудное решение, но в итоге матери придется оставить детеныша, или они оба погибнут. После жестокой трехчасовой атаки косатки толкают детеныша кита на глубину и он задыхается. Упорство косаток принесло свои плоды, но они не могут просто начать поедать добычу. Жировая прослойка кита толщиной в 10 сантиметров почти непробиваема. Представьте, что вы человек, пытающийся откусить кусочек от целого арбуза. Все, что вы сможете, это оставить следы зубов на поверхности. То же самое и с косатками. Поэтому косатки поедают мягкие части, язык и нижнюю челюсть. Мы обычно думаем, что это расточительность, когда косатки едят только языки и уязвимые части ротовой полости. Но если представить их размер, это все равно пара тысяч килограммов мяса. Это крупное вознаграждение за серьезный риск нападения на серого кита. Это беспощадная демонстрация непоколебимой воли косаток. И нигде эта воля не является более жизненно важной для выживания. косаток чем в Антарктиде. Здесь добыча попадается крайне редко. Этот тюлень принес бы им 250 килограммов жирного мяса. Но косатки не могут добраться до него. И они решили найти способ, чтобы он мог добраться до них. косатки умные. И не просто умные. У них очень развитый интеллект. Они хорошо решают проблемы и понимают причинно-следственные связи. И теперь они стоят перед лицом проблемы весом в 55 тонн. Это плавучая льдина площадью 10 на 15 метров. Наклонить льдину не получится. У косаток нет такой силы, чтобы поднять и держать льдину, пока тюлень с нее скатывается. А лед твердый. Даже будучи очень сильными, косатки не смогут разбить лед, тараня его. И там, где мускульная сила их не спасает, на помощь приходит мозг. Косатка подплывает к одному концу льдины и погружается под воду. Пока две другие уплывают о льдины и исчезают. Внезапно воцаряется спокойствие. Кажется, будто косатки передумали ловить этого тюления. Но это только кажется. лед разбивается на пять кусков. И спасательный плод тюленя уменьшается на 80%. Это произошло в результате одного из самых удивительных способов совместной охоты в природе. Эти косатки хорошо научились охотиться при помощи волн, когда вода сама по себе становится опаснейшим оружием. Косатки синхронно плывут к льдине с расстояния в 15 метров. Они быстро разгоняются до 30 километров в час, плывя как можно ближе к поверхности, но оставаясь под водой. Тюлень даже не видит их приближения. Косатки наклонились вправо, и их обычно выступающие остаются под водой, позволяя им подплыть к льдине на расстояние в несколько сантиметров, прежде чем резко уйти под воду. Силы движения их тел создают водоворот, который тянет льдину вниз и образует метровую волну. Она такая мощная, что может разбить льдину весом в 55 тонн на 5 кусков, оставив тюленя в опасном положении. вторая такая волна может оставить тюленя без опоры, и он чует опасность. Он переходит на льдину раза в три больше по размерам, чем первая. Косатки крайне настойчивы. Если они сразу не получают то, что хотят, они продолжают свои попытки добыть это. косатки окружают льдину площадью 375 квадратных метров и готовятся к следующей фазе нападения, в которой у каждого члена стаи есть своя роль. Это, пожалуй, самый скоординированный способ охоты во всем животном мире. Сначала они ударяют по льдине быстрой волной, чтобы отбить тонкий слой льда. Приходит вторая волна, но она слишком мала, чтобы нанести большой урон. Чтобы разбить эту массивную глыбу льда, нужна волна посильнее. Но льдина, на которой сидит тюлень, окружена маленькими кусками льда, которые, как лежачие полицейские, заставляют косаток замедлиться. Пришло время расчистить поверхность. Убрать обломки важно, но это делается для подготовки главного стратегического удара косаток — передвижения крупной льдины в более чистые воды. Они фактически выставили свои носы наружу и стали толкать льдину. Они могут предугадать будущее в том смысле, что они понимают, если мы сделаем это, то произойдет то. Мало кто из животных способен на такие рассуждения. Теперь, когда льдина весом в 93 тонны находится в открытых водах, тюленю труднее будет перебраться на другую льдину. И это дает косаткам достаточно пространства, чтобы таранить лед мощными волнами. Каждая волна уменьшает льдину где-то на 20%. Когда льдина сокращается до размера 7 на 8 метров, она становится достаточно маленькой, чтобы косатки смогли осуществить конечную фазу нападения. даже не выходя из воды, косатки поймали жертву благодаря беспрецедентной творческой работе мысли и совместным действиям. Совершенно ясно, что это основано на общении косаток между собой. Скоординировать такое нападение при помощи волн требует большого умения и точного расчета времени. Мне даже трудно представить группу людей, способных на такое. с удивительным умением учиться косатки продолжают адаптироваться к окружающей среде и расширять свой набор стратегий хищника. Отказываясь принимать ограничения обычного водного обитателя, в поисках добычи они способны дотянуться и до суши. Они довели свою силу до максимума и выработали стратегию нападения на животное весом с самолет. Они научились вовремя оставлять грубую силу, чтобы прибегнуть к хитрой битве биомеханики и создали точные скоординированные методы охоты, не уступающие военной тактике. Это поразительное умение работать вместе, чтобы преодолеть практически любое препятствие, делает косатку самым главным морским хищником. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гаврилин.